В Карганде для детей из СОС детской деревни Тимиртау в одном из микрорайонов открыли дом юношества. Приятный подарок для ребят, оставшихся без попечения родителей, сделал благотворительный фонд Халык. В комфортабельной четырехкомнатной квартире за 51 миллион тенге будут проживать студенты из детской деревни. Все подробности в материале Веры Шеллер. Ну что, ребят, поздравляю вас с новосельем. Это для вас такой новый итог жизни. Долгожданное событие для детей из СОС детской деревни Тимиртау. Теперь на учебу в колледж или университет детям не придется ездить каждый день из соседнего города. Дом юношества для детей, оставшихся без попечения родителей, расположен в одном из микрорайонов Караганды. Такой подарок для подростков деревни сделал благотворительный фонд Халык. Благодаря проекту дети лучше адаптируются к самостоятельной жизни, получат больше возможностей для профессионального развития. Я жил целый год в Тимиртау и учился в Караганде. И мне было очень проблематично добираться с Тимиртау каждый день на учебу. После меня приезжать я опаздывал, ждал автобус. А когда были морозы, это была очень большая проблема. Потому что автобусы еще ездили очень редко, забитые все, не было сидячих мест. Для детей, которые жили в детской деревне в городе Тимиртау, для них очень было важно, чтобы жить именно в Караганде, в большом городе, областном центре. И сейчас, благодаря нашему этому проекту, у них появилась возможность жить в большой, четырехкомнатной квартире, где сделан современный ремонт. Жить большой, нужно семьей, семь человек. На покупку четырехкомнатной квартиры фонд выделил 51 миллион тенге. Дети будут жить в доме группой под присмотром наставников. Благотворительный фонд «Халык» создан в 2016 году учредители фонда Тимур и Динара Кулебаевы. Фонд оказывает системную помощь казахстанцам. За эти годы реализованы благотворительные проекты на сумму более 45 миллиардов тенге. Квартира в Караганде не первый подобный проект открыт из СОС детской деревни Казахстана при поддержке фонда «Халык». Здесь очень удобно детям добираться до колледжа, социализироваться в обществе. Здесь все рядом и поликлиники, магазины. И я надеюсь, что этот дом станет такой отправной точкой в будущее, во взрослую жизнь для наших детей. Хотела бы отметить, что такие проекты у нас совместно с фондом «Халык» продолжаются еще с 2019 года. И можно сказать о том, что они оказывают очень большое влияние на судьбы детей. Замечательный подарок нашим детям. Имея такой современный дом, имея возможности реализовать все свои желания, интересы, потребности, социализироваться в обществе и уже сегодня быть востребованным на рынке труда – это действительно огромная заслуга всего коллектива. Всех тех, кто сегодня делает для этих ребят замечательное, счастливое, настоящее и будущее. На протяжении многих лет фонд оказывает большую помощь соцдетским деревням. При поддержке фонда были приобретены квартиры в Алматы для размещения соцсемей. В июне этого года соцдетские деревни также открыли центр поддержки детей и семьи, куда могут обратиться малообеспеченные и многодетные семьи, приемные родители и опекуны, которые испытывают трудности в воспитании детей. Учредителями фонда «Сосдетские деревни Казахстана» является общественный фонд «ННЕФ». С 2018 года фонд активно поддерживает социальные проекты и программы по поддержке детей и молодых людей.